друзья всех приветствую сегодня у нас продолжение формата батла как мы так называем хотя мы на открытое противостояние не выходим конечно же мы делимся общим видением рынка пониманием фундаментальным техническим кстати сегодня у нас друзья как вы наверняка заметили новый гость роман корнев романа я знаю уже много лет несколько раз встречались на совместных конференциях роман единственный вопрос к тебе прежде чем мы начнем ты сегодня больше сторону какого анализа поддержите технического либо фундаментального потому что я знаю что ты ас в обоих из них добрый день артем конечно да я технический приверженец технического анализа поэтому буду на своей любимой территории скажем так хорошо ладно ну это здорово потому что я обычно отвечаю за фундамент хотя могу периодически если есть в этом необходимость еще и сделать акцент на технику ну если есть какие-то стоящие уровни которые можно использовать чтобы оправдать еще и фундаментальный подход роман тебе конечно же большое спасибо за то что ты смог вообще найти время будущего занятым человеком в пятницу особенно подключиться и поделиться своим видением от того что на рынках происходит сейчас вообще у нас события развиваются довольно таки интересно потому что фид резерв который был в среду спровоцировал мощную волатильность мы в латильности всегда рады конечно же рассчитываю на то что эта волатильность сохранится на финансовых рынках потому что если ее нет вот тогда плохо тогда активы не движутся и мы соответственно не можем все конвертировать трейдеры хорошие сделки так общее просто прежде чем мы начнем касательно вот тех движений пошли вот а со среды ты в целом как рассчитывал что вот настолько мощными движения ожидал ли ты такого роста американского доллара а либо как и для подавляющей части трейдеров вот такой всплеск волатильности для тебя стал тоже неожиданность но я скажу что сам всплеск волатильности не был неожиданностью я ожидал конечно же и встреча президента сша и россии до несомненно предполагала повышение волатильности да на финансовых рынках потому что все участники разных экономических сфер стран ожидают такой такой встречи глав таких государств вот и конечно волатильность ожидаемо было но направление конкретно я не не рассчитал на какое-то конкретное направление потому что ну бывали случаи в нашей истории когда даже казалось бы стопроцентный прогноз по движению в частности по но фарму вот пару лет назад было просто категорически противоположным вот поэтому здесь как бы расчитывать сто процентов нельзя было но волатильность даже да абсолютно с тобой согласен ну как показывает практика мы люди которые пытаются понять что на рынке происходит в конце концов предполагаем рынок располагать я был как ты отметил категорически уверен что по факту заседания федрезерва у американской валюты не будет шансов на восстановление но в итоге мы получили то что доллар оказался бодрее всех и сейчас у меня график артит индекс американской валюты 91 98 небольшая прелюдия такая я обычно распылялся на большое количество финансовых инструментов когда вот мы фактически даже до до среды когда мы наблюдали за сохранением нисходящего тренда по баксу и все-таки сохранением интереса к рисковому активу но поскольку вот доллар повел себя так каверзно а сейчас я сфокусировался только на нескольких инвест идеях во-первых я продолжаю работать с индексом доллара потому что в целом это актив который не сильно мощно ходит это активы без свопов и принципе на долгосрок можно с этим инструментом работать и еще вот секундочку у меня так фондовый рынок за фондовым рынком тоже я традиционно слежу за европейским за американским да причем принципе выбирать можно все что угодно потому что мы видим как к в обоих случаях развивается мощная бычья динамика и а что ни день то обновление исторических максимумов и а также еще я сейчас локально остановился на рынке нефти потому что считаю что все-таки нефть это тот актив который будет дальше движим классическим соотношением спроса и предложения здесь делается большая ставка на спрос ну давай тогда чтобы не передавать слово несколько раз я тогда продолжу со своими детьми и потом тебе слово так демонстрация экрана секундочку так друзья еще раз графика должен был уже демонстрация пойти индекс американской валюты 91 98 резонанс от того заседания предсерва которое прошло по факту я сегодня на своем брифинге рассказывал что по факту ничего не изменилось основные параметры денежной политики все те же не будут повторяться и кому не интересно забивать голову ставка программа ходичного смещения и так далее всплеска интереса к доллару стал следствием изменения риторики якобы фрс будет готов начать действие с процентной ставки в двадцать третьем году но это на мой взгляд настолько отдаленные перспективы что даже как бы глупо за два года и даже больше начинать ролировать по доллару считая что фрс сделает это то есть в двадцать третьем году поднимет процентную ставку пусть как и прогнозирует несколько раз я буквально до заседания американского регулятора были у нас и кулуарные встречи так с трейдерами инвесторами партнерами прописывал дорожную карту как бы субъективного мнения как и что может быть для меня первый серьезный я инфоповод когда что-то начнет меняться а это предстоящая встреча в джексон холли в августе где американский регулятор скорее всего скажет что он начнет сворачивать программу количества смягчения начиная с двадцать второго года прямо с самого начала в двадцать втором году будет свернута программа количества смягчения в двадцать третьем году уже начнут повышать процентную ставку то есть это было известно мне кажется не только одному мне практически всем еще до того как фрс провел вот это взрывное заседание и огласил итоги которые многих повергли как шок ну не меня на самом деле потому что что сказал фрс то что инфляция временная мы это также знали то что рынок труда испытывает трудности тоже это ни для кого не новость не откровеннее последний отчет вчерашний это первичные заявки на посуду по безработице тоже релиз который проливает свет на состояние этого сектора американской экономики количество заявок растет выше чем неделю назад и соответственно вот подтверждение того что было отмечено паула о сохраняющихся проблемах поэтому я считаю что он очень сильно за что ралли текущие по баксу прям очень сильно доллару конечно же нужно все таки немножечко подзбить вот эти лавры поскольку стимулирующая политика останется приоритете и я думаю что в ходе последующих заседаний американский регулятор неоднократно будет подчеркивать что для него два мандата целевых ожиданий это инфляция и рынок труда и пока в обоих случаях не будут достигнуты целые показатели все вот это вот то что комментируется говорится это шок такой просто внешний фон который нужно фильтровать игнорировать кстати пау во время своей пресс-конференции сделал акцент на то что текущая вот не мне очень понравилась формулировка что текущие комментарии о денежно-предитной политики это всего лишь разговоры о разговорах поэтому друзья вы знаете те кто следит за моим творчеством аналитическим и отношение к доллару я знаю то что многие из вас согласны с моей позиции также доллар по-прежнему шортят ничего не менять здесь нужно просто ждать когда рынок придет в себя может быть как раз это произойдет в эти выходные когда все отдохнут еще разбери осмыслить все что было перезагрузится и так далее если кому интересны новые сделки я думаю что новые сделки до тех пор пока индекс доллара не окажется ниже отметки 91 пункт открывать не стоит для тех кто находится в длинных позициях точнее коротких позициях уже продолжительное время ну здесь нужно держать с целями ниже 89 пунктов рынок нефти сейчас очень хорошая зона вот я подчертил в районе 72 50 5 70 250 для того чтобы нефть взять потому что бренд буквально до вчерашнего дня показывал то что он сохраняет именно движение в рамках мощного долгосрочного восходящего канала и мы знаем то что нефть росла на очевидных признаках восстановления спроса вот там сегодня завтра на рынке будет обновленная статистика по трафику в штатах по расходам на заправочных станциях по спросу на авиационное топливо мы сделаем выводы об этом относительно пассажиропотока в американских аэропортах и может быть на следующей встрече как раз обсудим это но я думаю что он снова мы увидим количество этого трафика пассажиропотока больше двух миллионов в день это признак того что спрос растет мировая экономика реально восстанавливается ранее было куча оценок разных ведомств администрации на чеческой информации там опек международные на чеческое агентство все они прогнозируют то что спрос вырастет но как минимум от 5 и 5 до 6 миллионов баррелей до конца этого года я вообще сторонник романа идеи того что бренды и давайте реально сейчас формируют даже продолжают развивать супер цикл более высоких цен когда котировки улетят там по бренду выше 80 долларов за баррель сейчас друзья это коррекция которая возникла я рекомендую пользоваться отложка будет бай лимит с уровня 72 25 стоп лосса 71 50 и тейк профитом в районе 75 долларов за баррель и фондовый рынок здесь я уже мне кажется ну несколько месяцев может быть даже больше топлю только за длинные позиции каждый раз американский рынок переписывать локальные максимумы сегодня сделка будет бай стоп по оси пи с отметки 4230 пунктов тейк профитом на новых хаях 4350 пунктов и стоп лоссом на отметке четыре тысячи сто восемьдесят пунктов я здесь предлагаю все таки ставить на рост фонды потому что политика форекс осталась стимулирующая американский регулятор пересмотрел прогнозы экономического роста сша до семи процентов и как мы знаем американская экономика сможет тащить с собой всю мировую экономику то есть спрос прям это основная идея которая пронизывает все что связано сейчас с товарным сырьем из рынком основных рисковых активов то есть и фондовый рынок каждого числе фонду нужно покупать роман слова-то на тебе передаю может быть все другие позиции другие ожидания или даже активно сейчас все нужно момент ну хорошо да еще раз поприветствуйте артем приветствую всех инвесторов трейдеров сегодня мы конечно же обсудим мировые экономические тенденции да и тренды которым можем присоединиться чтобы сказать приумножить свои сбережения вот мне тоже принципе импонируют те инструменты финансовые которых ты говорил потому что принципе и мои ученики тоже вот используют именно эти инструменты в основном там евро доллар индекс доллара s&p 500 очень популярны вот так же часто нефть рассматриваем вот ну давай тогда я сейчас включу тоже демонстрации мы пройдемся на гря так же по этим инструментам и прокомментируем совместное использую включилась на уже видно значит что касается индекса доллара здесь вообще кстати говоря вот что касается доллара я всегда придерживаюсь наверное той позиции последние годы наверно вот что вот как золото у нас считается таким активом в которой все бегут до чтобы сохранить свои активы когда какие-то кризисные времена наступают но как ни странно хотя доллар в свое время был отвязан от золота да но доллар все равно является такой гаванью он скажем не тихой гаванью а наоборот такой активной гавани является куда когда какие-то непонятные происходят события на мировой политической арене а инвесторы начинают вдруг непредсказуемо туда бежать и если все плохо то доллар вдруг начинает стрелять вверх потому что ну он как правило вот и обеспечен спрос на него да именно за счет того что все опять начинают его покупать и и кто-то потому что верит него кто-то вынуждена да потому что имеет огромные долговые обязательства американские вот в своих активах многие страны да просто триллионами долларов поэтому деваться всем некуда все в одной скажем так на одной подводной лодке начинают покупать доллар вот поэтому что мы сейчас и видим да вот в таких потрясениях политических начинает опять долго расти если посмотреть на график то все-таки я долгосрочные прогнозы не очень люблю потому что бывает так что построить какие-то прогнозы долгосрочные и потом с тех пор произойдет каких-то какие-то новые войны развергнуться еще что-то несколько раз все поменяется и уже твой прогноз который вот был там неделю или месяц назад он уже и все уже по осень холм скажем так поэтому я сторонник использовать технический анализ для краткосрочных сделок вот некоторые степени даже скальпинговых вот но в принципе есть смотреть дневные графики h4 можно и более-менее можно даже на несколько дней рассмотреть прогнозы мы но каждый использует соответствии со своей торговой стратегии вот что я могу сказать по индексу доллара но здесь очевидно просто да порой то что я даже говорю своих сам анализе но кажется простым однако и простые вещи порой бывают люди игнорируют и скажем так эмоции за захватывают да и проведу такую линию да вот это линия сопротивления сделаем анализ прям в реальном времени на линия сопротивления и линии поддержки казалось бы все просто вот их видно у меня панелька загородила а ты можешь подвинуть сейчас все она вроде ушла сама вот я делаю вот что мы имеем мы имеем как минимум да вот эту консолидацию нисходящую такую-то в виде треугольника формирующийся я не буду говорить о том что там треугольник это фигура продолжения до в данном случае не в этом контексте мы рассматриваем а в контексте того что это консолидация которой цена может ходить долгое время вот в этих вот границах вот поэтому сейчас поскольку уже задана волна да вот такая вот роста доллара то можно предположить что рост доллара продолжится некоторое время и что его будет сдерживать это именно вот эта зона сопротивления зона сопротивления где можно рассчитывать на краткосрочная краткосрочную коррекцию коррекцию вниз поэтому с одной стороны мы имеем значит прогноз того что доллар будет дальше расти и кстати если посмотреть вот например график м30 да то вот что для меня очевидно и характерно что после резкой резкого импульса доллара мы не видели такой же коррекции как правило все волны если посмотреть вообще на валютном рынке они делают на любом инструменте делают 50 процентов коррекции но в данном случае коррекции это будет несомненно но дальше видимо позже а то что ее нет сейчас этой коррекции говорит о том что сила достаточно покупателей велика и поэтому скорее всего доллар будет двигаться вверх и дальше поэтому ожидаю значит движение доллара к уровню сопротивления да посмотрим какой-то у нас там будет 92 75 вот и потом вот локальная скорее всего будет коррекция сколько она продлится неизвестно но определенное движение на определенное движение можно рассчитывать потому что технический анализ в том числе больше визуальный анализ поэтому когда мы рассматриваем я даже не столько углубляясь в пункты сколько вот визуальную оценку да то есть я вот рассчитаю вот примерно такое движение вот конечно же движение может быть вплоть до уровня поддержки но как я тоже на своем курсе преподаю если представить образно даже да такие простые можно сказать вещи что если мы мячик грубо говоря в стенку то вероятность того что он от нее отобьется и пролетит там скажем метр да очень велика вероятность того что она пролетит 100 метров с каждым метром уменьшается уменьшается поэтому вот эта сила продавцов здесь большая конечно же определенная коррекция будет но сколько она продлится неизвестно потому что дальше она будет ослабевать вот такой у меня взгляд с точки зрения технического анализа на доллар вот в свете того что сейчас доллар задает тренд до говорить о том что там золото падает или нефть падает да не всем корректно то есть это доллар по сути укрепляющийся давит эти активы вниз вот поэтому ну глянем нефть так если я перейду сначала на дневной до нефть она как ты уже сказал делает максимум очередные вполне возможно что и дальше двинется сейчас посмотрим нагрузится да вполне возможно скажем так как говорил говорили мудрые инвесторы что если цена растет то покупайте и дайте активу расти дальше до прибыли расти дайте прибыли расти вот то есть если она растет это очень не значит что она вдруг на счет разворачиваться а все хотят продать на хаях вот но восходящий тренд также как по s&p 500 кстати еще поговорим да он не так быстро разворачивается как иногда хотелось бы значит здесь что могу сказать наверно больше на h1 также до отмечу вот есть уровень поддержки у нас вот такой вот ты рекомендуешь вот здесь в этом в районе этой поддержки покупать я бы наверное здесь не рекомендовал покупать почему значит немножко если углубиться но более подробно конечно я на курсе об этом рассказывает не 10 минут наверное не хватит объяснить но есть такая значит вот у меня теория что если от первого значит от первой поддержки первого минимума прошло допустим временной диапазон да мы должны рассмотреть здесь временной диапазон достаточно широкий а то от последний от последнего минимума до следующего который скорее всего будет скоро уже вот он достаточно близко вот и вот эта близость близость вот это говорит нам о том что если вот сейчас уже цена пойдет к этому уровне поддержки говорит о том что сила продавцов достаточно мощная то есть если бы мы увидели что цена идет вверх сначала потом возвращается опять вниз то есть существенно вверх допустим на какой-то уровень то вот так например то можно рассчитывать как и в принципе на твой прогноз что от этого уровня поддержки цена отобьется вверх вот но сейчас если она уже пойдет сейчас они скорее все это будет говорить о том что сила продавцов большие вот и он может спокойно пробить дальше эту цену вниз поэтому сейчас лучше не рассчитывать на рост нефти пока что от этого уровня вот ну давай глянем снт 500 снт 500 у нас до находится в долгосрочном восходящем тренде многие вот у меня тоже некоторые точнее из учеников очень рассчитывали на падение 500 долго ждали хотя я вот очень сомневаюсь что она будет падать потому что очевидный максимум очевидный максимум показывает и хотя там все хаят экономику америки что вот она там когда-нибудь рухнет и что ну кстати говоря очень много действительно аналитических данных выходит и я их тоже читаю о том что крупные инвесторы выходят в кэш они закрывают позиции по ценным бумагам америки и что это действительно может спровоцировать падение и возможно так и будет вопрос в том когда она произойдет и скорее всего она произойдет самый неожиданный момент когда мы этого не ждем вот поэтому здесь надо будет просто быть осторожным я все-таки и считаю это дело в том что крупные инвесторы они могут шортить до входить в короткие позиции глубоко заранее они могут даже за год входить вот и они способны это выдерживает вот нам здесь данном случае лучше я считаю все таки иметь стоп уровни за границами поддержки до границы поддержки ну можно общие это обозначить линии скажем так по минимуму на вот можно более локальный рассмотреть сейчас текущий разворот цены он тоже опять же не очень большой да если также это похоже на нефть то есть если сейчас цена пойдет опять вниз вполне возможно мы пробьем и и пойдем к нижнем уровне поддержки если этого не произойдет скорее всего продолжит рост как обычно то есть мы не видим вот мощно да вот доллара допустим справа своего рост но и не видим прям такого резкого падения для s&p 500 как бы бывали раньше да мы бывали времена когда падал существенно здесь можно сказать так да локально не так уж сильно поэтому я вижу что позиции быков сильны и думаю что здесь на долгосрок скорее всего мы покупать но если краткосрочно рассматривать то исходя из моего технического анализа мы здесь должны во-первых дождаться вот дождаться пока значит вот это вот еще раз да улыблюсь уже здесь настроим наш прогноз на вот этих двух минимум получается вот и вот так совпало что этот минимум вот сходится очень хорошо но вот здесь диапазон времена очень маленький здесь очень большой поэтому это несоразмерно теперь мы должны учитывать вот этот уже минимум и вот этот и теперь нам нужно чтобы цена какое-то время пробыла где-то наверху вот и тогда когда мы возвращаться хотя бы вот так тогда можем рассматривать этот сигнал точно как покупку от этого уровня вот если нет вполне цена может пробить его вот обычно дальше я рисую такие прогнозы которые тоже частенько сбываются цена возвращаясь обратно к этому уровню локально может показать разворот то есть будет здесь зона продаж от этого уровня поддержки который станет зеркальным уровнем сопротивления вот вот на это я рассчитывать очень с высокой степенью вероятности но это вот всего так вот локально то есть у меня краткосрочные какие сигналы вот ну вот в принципе такие вот мои прогнозы пожелания нашим инвесторам трейдерам так понял спасибо большое очень кстати интересная теория мне понравилась и я думаю что в ней очень много как бы и зерен истины круто посмотрим роман принципе рынок все расставить на свои места тем более что с такой волатильности те уровни которые были обозначены что тобой что с большой вероятности будут протестированы самое ближайшее время наш с тобой встреча если ты сможешь найти время уже опять же следующая пятница то есть через неделю не так уж и мало времени пройдет и прежде чем опять же закончить я традиционно призываю всех как правильно роман самом начале можно быть абсолютно верить в том что рынок себя поведет определенным образом но можно также очень легко и ошибиться поэтому контролируйте риски следите за загрузкой ваших депозитов это это на вас это ваше обязательство это прям сто процентов нужно соблюдать не гонитесь за прибыль всех денег не заработать роман спасибо тебе большое хорошего дня сегодняшнего и классного до следующей встречи пока спасибо артем до встречи